А этот сыночек 4 года тому назад как умер, я одна осталась, а начальница меня еще, у вас внук есть, да внук живет в другом городе, он работает, у него своя семья, он помогает, вот он позвонил вам, нашел куда, вот, ну не настолько же, чтобы это было, и она еще меня, вы бессовестные, вы бессовестные, у вас есть внук, а вы, дескать, то ли я их донимаю, то ли не знаю чего, да как же можно так говорить, внук и своя семья, у меня свои проблемы, внук тут не живет. Это вам из управляющей компании, так говорят? Нет, это начальница нашего участка, Вера Александровна, фамилия, не знаю ее. Алексей Александрович, скажите, как давно у вас проблема эта? Это проблема, ну, давно, вот, это вот жало, прошлогоднее все уже писать стало, а то все, вот, разговорами, скандалами, шумами, вот и все, вот, а писать с прошлого года. Год прошел, вот, с места ничего не сдвинулось, вот, только хуже стало, только хуже стало, и хуже стало, не приходит ничего, вот, три дня просидела, прождала, вот. А когда вы топить соседку начали, как вы это поняли, что топите соседку? Ну, она жалуется, у нее подтекает, подтекает, а последний вот, течет, прям течет. А потом назад она стала жаловаться, что у вас все течет. Да, подтекает, подтекает, все подтекает, все равно, вот, а вот в эти дни, значит, вот где-то 29-30 мая, вот, что у нее течет, капает, вот, ну и все. А вы когда стали обращаться в управляющую компанию, и что вам говорят? Ну, я-то, собственно говоря, говорю, она обращается, она, она обращается, что у нее течет. Слесаря приходит, посмотрит у меня, приходили, вот, ранее, где-то, может быть, в середине мая, может, на начале мая, вот, что вот в этом месте у нее течет, где я показала, вот. У нас вот этот змеевик, считали, что по змеевику где-то вода, он не работающий, с самого начала дома не работающий этот змеевик. Что это? Отрезали его, отрезали, чтобы, но у нее все равно подтекает, подтекает, а теперь и потекло, капает. А к вам приходили все время у вас? А у меня придет, а у меня сухо, у меня сухо, причины нету. И вот единственное, теперь считаю, это, конечно, визуально, или как это, даже не визуально, это так вот мысленно, может где-то быть протек, и это между панельными, или между стенами, или где-то там, или это канализационный слив этот, ну, и к ней он между перекрытиями, что ли, к ней течет. Потому что ко мне-то ничего нет у меня. А почему вот последние, сколько вы говорите дней вам не приходит управляющий? Ну, вот с понедельника началось, это было какой понедельник, 29 или 30 число было, мая, 30 мая. Вот с понедельника все это дело движется, никак не успел. И то есть вам пришел слесарь сегодня? А сейчас только перед вами ушел, буквально вот, минут 10, может быть, ушел. Он пришел, опять все посмотрел и сказал, да, конечно, будем вот это делать, вот это, вот такие работы надо сделать, вот. Ну, начальница, в общем, сказала, передать мне, или я буду со стороны нанимать, или я соглашусь, чтобы они делали ихними силами. Вот, я сказала, и вчера я, или нет, позавчера, когда она приходила, была еще здесь, и обещала мне с утра, завтра, вчера прийти, но ни звонка и ни пришла, я ее звонила, искала по всем номерам, где можно. То она на планерке, то у нее инвентаризация, она подойти к телефону не может, и за целый день она не появилась. Хотя она, позавчера, когда были, приходила она со слесарем, все, и что это все надо разбить, что это надо найти, устранить, конечно. А делать, я говорю, а кто будет делать-то? Перемолчала, ничего не сказала. А вы согласны на то, чтобы они к вам пришли и вот разобрали? Пусть бы делали, да. Пусть делают. И установят причину. Если тут так, если на моей территории это, потому что квартира приватизированная, все, и раз приватизированная, частная, то за свой счет делается. Ну что сделаешь, куда денешься, конечно, заплачу. А если эта вина не моя, прямая, а это ЖКХ или там чья она, территория их, ну пусть они своими силами. А мне бы вообще, не надо мне ни денег, ничего. Вот тут вот отвечают, что средств нет мне оказать материальную помощь. Она мне не нужна. Мне придите и сделайте. А то, что вот, получается, ваш внук, да, сказал, что на вас какую-то соседку долг пытается повесить за это, за протестик? Ну, я не знаю. 50 тысяч, что ли? А? 50 тысяч он вроде сказал. Нет, это вот они обещают, что... Выплатят вам якобы. Да, якобы, вот когда будут произведены работы, смета будет, вот, и компенсируют, но средств нету. Вот, ну и не более 50 тысяч это, но согласно сметы, все равно будет не более того, что как будет... Ну, ни сметы, ничего, никто же ничего не делает. Никто ничего не делает, не движется. Вот третий день сегодня уже, вот как я по всем телефонам звонила. Вот, и что удивительно, вот выписала все телефоны, вот, которые письма мне отвечали, все это, все ни о чем. Вот, выписала все, вот, эксплуатацион, эксплуатирующая наша компания, вот, комитет жилкомхоз, вот, администрация, это все письма от этого есть. Вот, центр консультации, это, по технадзору, единственно, мне ответили и сказали, что прежде чем допустите вы их к этим работам, пусть они с вами составят соглашение, что работы будут выполнены, вот, и в зависимости от того, где будет установлена причина виновника, кто виноват. Вот, вот, если будет это они виноваты, то они должны все сделать, восстановить вам так, как должно быть. Если это ваше, то вы обязаны будете заплатить. Это все. Здравствуйте, Вера Александровна, пожалуйста. Вера Александровна, это Сазонова, 63-й квартиры, где вы собираетесь все делать, и что-то никто не приходит, и вы не звоните третий день, и не заходите. Чем дело будет кончаться у нас с вами? Я вам составлю смету, скажу, что нужно приобрести, лучше приобретать и оплачивать. Когда вы составите смету? Как сейчас у меня будет время, я составлю, с вами следствие свяжется. Вера Александровна, здравствуйте, меня зовут Анна, журналист в блокнот Волгоград. Вот мы сейчас находимся в квартире пенсионерки, да? Вот скажите, пожалуйста, когда будет конкретная дата, когда я составлю смету, когда вы планируете сделать? Я сейчас ее составлю сегодня, вот, и потом все озвучим. Так, а почему вот ремонт будет за счет женщины, можете объяснить? А потому что это ее внутренняя канализация. То есть вы уже выяснили, осмотрели все, да? А когда это было все осмотрено? Что именно? Ну, когда вы осматривали и ванну и туалет? Как вы это определили? Не вчера, а в понедельник. А понедельник 31 число было. Определили, мы знаем свою работу, определили, потому что если бы это была центральная канализация общедомовая, то все бы топили. А сколько примерно будет стоимость ремонта? Я не могу сейчас вам точно сказать, я составлю. То есть вы без, не разбирая стену, вы определили, что это вина на пенсионерке, да? Что она затапливает? Если бы это была общедомовая система нарушена, то топили бы все вышестоящие, которые постоянно топили бы соседку, а здесь получается, когда пользуются ванной, машинкой, и вот этот лифт нарушен, внутриквартирный, и затапливают соседку. Вы как это определили, не разбирая стены и не осматривая коммуникацию? Я вам говорю по факту. Ну, по факту пока у нее сухо, у нее ничего нет. Ну, вы включите воду, у нее в ванну, изучите машинку, и идите к соседке, посмотрите. Люди-то тоже наверху живут и пользуются канализацией, и они не топят. Ну, как-то можно это определить, прийти, разобрать стену и потом решить, что происходит на самом деле? Представляете, мы будем заниматься, мы знаем свою работу. Ну, только после этого, наверное, можно выставлять смету, а не сейчас. Нет, мы уже определили, что это внутриквартирная канализация, а не общая домовая. Я же вам объясняю, вы меня слышите? Ну, хорошо. Если бы это было общедомовое, то, в которой вышестоящие квартиры, вышерасположенные, топили бы постоянно. В том числе и 63-ю квартиру вам. Ну, хорошо, тогда женщина ждет сегодня смету от вас. Хорошо? Ну, давайте я уже так хорошо сама как-то решу, и я вам сказала, что как у меня сейчас будет, вы меня составлю, и все оформлю. Вы сначала сказали, что да, так, а потом сказали, что сегодня. Я сказала, у меня сейчас будет время, я составлю сметку, я же не только этим занимаюсь. У меня тоже есть много своей работы. Хорошо. И вышестоящее руководство, которое мне дает задание. Всего доброго, девушка. До свидания. А вот они мне уже отключили, но оставили туалет только. В 21-м году, вот год тому назад, так же вот в июне или в июле месяце, не помню уже в каком месяце, у меня подтекать стал краник вот этот, который к туалету подходит. Значит, вот, пригласила, вызывала слесаря, пришли, посмотрели, надо кран менять, вот, переключать который, вот, его видно, что он сейчас новый стоит там, кран. Вот, один ушел, а второй остался, нет, чтобы отключить общее водоснабжение, вот, он начал почему-то трогать этот кран. И этот кран сорвался, вот, и вся под напором вода пошла, напрямую лилось под напором из крана, вот, он начал и звонить, чтобы кто-то прибежал, опять второй слесарь, который ушел куда неизвестно, вот, прибежал, чтобы перекрыл, перекрытие, тут нигде не перекроешь ничего, все уже. Или надо в подвал спускаться, или соседям надо идти через стенку, там общие стояки эти водные проходят, вот, ничего. Вот тут залило, в общем, залило, у меня две комнаты заняло, и все, конечно, слилось на первый этаж. Вот, соседку залили. А сейчас у вас сухо постоянно в туалете? Да, да, все сухо, все сухо. А вот вы говорите, что вам отключали, и вы не могли пользоваться? А после того, когда все это вода-то, отключили же все-таки, восстановили, краник поставили, вот, там он, и туалет снимали, все. Я три или четыре дня была без туалета, без воды, я бегала по кустам, как придется, вот. А потом пришли, пришел слесарь, поставил туалет, вот, унитаз этот, а я не могу на него присесть, он качается, я боюсь, что я упаду с ним вместе с этим унитазом, и все опять тут нарушится. Вот, еще раз их вызывала, но дело в том, что кроме того, что по телефону вызываешь, фиксируются эти вызовы, нет ли, неизвестно, вот. И все кончается на словах, и кончается еще раз платой деньгами со слесарями, вот, непосредственно. Вот они меня залили, я в таком шоковом состоянии была, я даже, и приходил, это мастер, или начальница она у них, вот, приходила, видела, что тут залив, затоп был, и иначе, это ваше старое, все старое, я согласна, что старое, вот. Ну, надо же соображать, что надо сделать вначале, что отключить где-то воду, потом менять, вот. Ой, у меня сил нет, вот уже меня, вот. И кончилось тем, что залили, и тут же с меня 4 тысячи эти слесаря взяли. А я вот в шоковом состоянии была, я не сообразила, за что я вам должна заплатить 4 тысячи. Я вытащила и отдала, потому что они, когда пришли, сказали, что поменять это, поставить все, вы заплатите, это стоит будет 4 тысячи. И я дала согласие. И когда свершилось, и я, конечно, без памяти, все, тут другое уже теперь, я, конечно, заплатила 4 тысячи, и залив, который никто из коммунального, этой, нашего ЖКХ, ЖКУ нашего участка, не пришли, ни лилонию не подняли, чтобы просушить, ничего, все так вот вот стоит, все, вот оно, вот видите, как все пузырится, все, и там точно так же начинаешь ходить, а там воздушные. Давайте сейчас ванну покажите, что сейчас вам приходит, получается, в ванную, да? Ну вот будут ломать и стенку эту, вот стенку будут ломать, вот, и ванную будут ломать, для того, значит, будут ломать, и тут, вот, и поднимать эту ванную, убирать для того, чтобы добраться до этого угла. Ну вы согласны, да, чтобы они... Ну а что делать, я же не могу так, сколько можно соседей заливать, я ведь тоже переживаю, это неприятность для меня, соседке неприятность, и мне неприятно это тоже, что все это сваливается, что я виновата в этом. А почему они говорят, что определили вот как-то? Вот так считают, как вам сказали, считают так и все. А я тоже думаю, что должны разобрать и посмотреть, где эта трещина. На моей стороне, на моей территории. И только после этого составлять смету, да? Ну, да. Ну, может, предварительную смету все равно должна быть, демонтаж вот этот должен быть, потом установить, что это надо будет, а не так, чтобы они сделали, сломали, сделали и ушли. И ушли. Одинни тут как хочешь, по-новой нанимай, приглашая людей. Я так не хочу. Пусть сломали, сделали, и пусть сделают, доделают, до места восстановят. Надо будет, это моя вина. Конечно, куда я денусь, я буду платить, никуда не денусь. Продолжение следует...